О ситуации с подрывом НПЗ уже слышал? Да слышал, я уже даже записал, статью кинул себе на страничку. Америка ни разу не подсирает войну с Ираном, если что. Америка уже никакие войны подсирать не способна. Америка превратилась в... Внешняя политика Америки превратилась в черти что, как внутренняя политика Великобритании. Внешняя политика Америки пошла в полный разнос, америка сами не понимают, что они делают. Американцами крутят, как хотят, во все стороны. Вся их более-менее осмысленная политика, внешняя политика, она закончилась с Обамой. Вся внешняя политика Трампа – это колесо Геннадьбы и, значит, колесо безумия. У Обамы еще был хоть какой-то осмысленный план того, что он делает во внешней политике. У Трампа никакого плана нет, а есть только громкий пиар. Поэтому я не знаю, кто взорвал этот завод на самом деле. Были это Саудиты или это были Иранцы? Скорее всего, конечно, Иранцы, чего уж там. А вот, ну, достало людей, в общем, тоже можно их понять. Вот, недавно, кстати говоря, американский суд один, он присудил компенсацию жертвам 9.11 с Ирана. То есть Иран ответственный за 9.11. Ну, это такое уже безумие, вот на уровне, я не знаю, реально Латинской Америки, серьезно. То есть Иран ответственный за 9.11. Да, при том, что там 11 из 17 граждан были гражданами Саудовской Аравии, при том, что Иран не гвалившего отношения, естественно, никогда там даже близко к этим терактам не имел, при том, что там уже сейчас рассекречены материалы ЦРУ недавно были, и там выяснилось, что один государственный чиновник Саудовской Аравии был причастен к организации этого теракта. Ну, вот как бы так, обтекаемо, да, ничего конкретнее, но вот чиновник... Там, собственно, Обама перед отставкой рассекретил 28 страниц, называете, можете погуглить, 28 страниц. Даже в Википедии есть страницы на этот счет, там вполне четко сказано, что Саудовская Аравия косвенно, но причастна к террористическому. Ну, понятно, что это не король там подал приказ, естественно, но, в общем, да, это было исходило из государственного аппарата управления Саудовской Аравией. Вот, то есть, ну, как бы это все уже известно, теперь к Ирану присуждают компенсации. Это все настолько безумно, это все настолько, ну... Знаете, это как история про то, как американец там завещал тело своей матери Центру по изучению... Господи, как это... Болезнь-то называется, когда человек в пожилом возрасте... Альцгеймер. ...перстает соображать. Еще раз? Болезнь Альцгеймера. Альцгеймер, да, Центру по изучению Альцгеймера. Центру по изучению Альцгеймера продал это тело военным, военные его привязали к стулу и взорвали на полигоне, чтобы испытать новую богу. Вот, ну вот, да, как бы завещал тело науки. Это какой-то вот, я не знаю, все это напоминает вот эту историю про вот это тело, да, про этого несчастного американца. Вот, не знаю, когда я читаю про что-то очередное про американскую внешнюю политику, я всегда вспоминаю вот эту новость. Это вот такое какое-то... Даже не знаю, как это назвать еще. А...